Это смешно сказать, но я бывший боксер, выступавший на чемпионе Ленинграда. Я к этому легкому относился, но оказалось, нет, у меня тут там, тут там, потом тут там, все время что-нибудь. Надо еще снимать, я уже опять снимаю 6 лет. Ну, это уже картина. Все, начнем. Где? Привет. Что мне мешает? Закончить фильм? Ну, во-первых, в фильме самое интересное – это съемки. Это очень интересно, это, как бы вам сказать, это самая интересная часть его работы. Это придумывание, это еще интереснее. А потом съемки, но съемки тоже придумывали же, все наоборот. А самое неинтересное, допустим, для меня – поездка в Канны, где тебе… Самое неинтересное, самое скучное. Мы живем в специфической стране. Когда-то я снял первую картину, довольно здесь известную, «Проверка на дорогах» называется. Но тогда это надо было отправлять все в партийные инстанции. Сначала картины, чтобы смотрели. Восек! А, Восек? Время сколько? Восек! Восеку appreh! Восек! 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 Я снял ее за шесть месяцев, все как полагается, картину. И то на меня кричали, что я задерживаюсь, надо мной стояли какие-то начальники. Вот стояли, мы на ручках, они над нами стояли. Мы ее отдали вовремя, минута в минуту. В следующий раз я эту картину увидел через 15 лет, ее положили в заключение. Вы знали, что накануне Соломин избил Лазарева на кухне? Чего? А, нет, не знал. Как погиб Соломин? Мы-то думали, что Фридс мертвый. А он очнулся. Очнулся и стрельнул. И помер. А где в это время были вы? А я этих пленных обыскивал. Я спиной стоял, я не видел, как он очнулся. А то бы я его пристукнул, конечно. А где в это время был Лазарев? Лазарев в машине. Он документы искал. Значит, вы не видели, что стрелял именно немец? Ну, а кто же еще? Давай отвечайте на вопрос. Видели или нет? Ну, так прямо не видел, конечно. Значит, может, Соломин и стрелял кто-нибудь другой? Ну, а кто же еще, кроме немцев? Товарищ майорожник? Давай отвечайте на вопрос. Вы видели, что стрелял именно немец? Ну, не видел, но он же... Так как же вы можете утверждать то, чего вы не видели? Чего? Так как вы можете утверждать то, чего вы не видели? Пойду я. А я вас не отпускал. Если вы не видели, что стрелял именно немец, значит, можно допустить, что стрелял кто-то другой. Теоретически можно допустить. Ну, отвечайте. Да можно, конечно. Теоретически, товарищ майор, теоретически только... Значит, можно допустить, что стрелял Лазарев. Не знаю. Не знаю. Это Иван Егорович. Не надо так, товарищ майор. Не по-человечески это. Скотство это. Ты! А ну встаньте, когда с вами разговаривает старший по званию! Все. Всем твоим проверкам грош цена. Для простачков это. А я не верю. И на таких, как ты, слюнтяев, рассчитывают всякого рода шкурники и враги. Ты насчет этого, майор, только очень-то не переживай. Любит, не любит, верит, не верит. Это он пускай девчата гадают на цветках. Да еще после войны. А покуда я командир отряда, я здесь буду все решать? Согласно моей партийной совести. Следующую картину я точно так же отдал. И увидел ее через год и два месяца. Это было двадцать дней без войны. Василий Никитич! Николаич! Извините. Николаич, простите, мне очень нужно вас спросить. Понимаете, тут в октябре проездом был один сотрудник моего мужа. Они еще до войны занимались вместе конным спортом. Понимаете, он сказал, что муж ушел с рейдом по немецким тылам. И почему-то передал мне свои часы. Передал мне свои часы. Ну и что? С ним. Вы знал, чтобы продать не будет туго, вот и все. Да вы понимаете, но... Он четыре месяца не пишет, нету писем. Совсем. Я начинаю думать. А вы не думайте. Ждите и все. Да? Вы так считаете? Четыре месяца это не срок. Ирины бывают длинные. Да. Все зиму могут. Да, вот и Вадик так считает. Я ей тысячу раз говорил. А она ничего не понимает. Ну ведь кони же не танки. Им горючего не надо. А она ничего не понимает. Да я понимаю. Ну часы. Ему же там нужны и часы. Ну и что? Я своей дочери тоже прислал. Таких случаев сколько угодно. Да? Да. Вы знаете, я абсолютно с вами согласна. Просто мне очень важно было это узнать от вас, от фронтовика. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Большое спасибо. Спасибо. Следующую картину я точно так же за пять с половиной месяцев ударным трудом, как Стаханов, вы не знаете, что это такое, слава богу. Я ее за пять с половиной месяцев всю снял, гнал как только мог, по 12 часов работал, надорвал себе сердце, сдал и получил через четыре с половиной года обратно. Все это было запрещено. И потом я понял, что у нас такая специфическая страна, не надо торопиться. Вот я сейчас снимаю картину. А ситуация в стране, она все меняется. То я обожал Путина. Сейчас я к нему поостыл, вижу, что у него все слабо получается. Вот какая-то цензура там пошла, еще что-то. А у меня картина 14 век, другая планета, но на самом деле это Россия. Это я так придуриваюсь. Вот. Я думаю, а что мне так торопиться? Это если шутить. А если серьезно, у нас, при том, что сейчас в кино появились какие-то свежие и интересные работы, чего не было при демократии, абсолютно все рухнуло. А при, так сказать, зажиме вдруг опять появилось хорошее кино. Вот. Если это все отбросить, то за это время демократических реформ был одним из, так сказать, поддерживающих сил, там, национальной гвардии этих демократических реформ, были я и моя жена Светлана, сценарист. Вот. Так вот, за это время кино, база, кинобаза развалена в требезке, разворована все. Во Франции тоже есть дворы, но таких, как у нас, нет. Понимаете? Поэтому работать очень трудно. Построить декорации у хороших рабочих – это… А 14 век мне надо сделать, чтобы это было похоже. А у нас нет ничего, украли все. Ну, просто все, сабли, все же было. Какие-то мечи. Ну, все, что было – все украли. Зачем, не знаю. Ну, зачем нормальному человеку меч 14 века, откованный кузнецом в Мухинском училище кузнецов, там, допустим. Ну, зачем? На даче повесить. Украдено все. Ну, мы все делаем заново абсолютно. Вот. У меня тоже свой характер. Я хочу получать те вещи, которые мне нужны, которые мы нарисовали, о которых мы договорили. А не хочу получить даже из Франции, там Жанна Дарк снимали, фальшивые доспехи, которые, если ветер подует, они так все шевелятся у вас. Сюжет фильма – это 14 век. Страшная, вонючая, гадкая земля, где все какают друг на друга. Как вы знаете, старинные замки и во вашей Франции строились так, что замок, у него были такие выносные уборки, он какал на город. В городе, если какал на крышу большого дома, то это скатывалось на мостовую или на маленький бедный дом. И так было устроено у вас Париж. А потом, значит, ночью надо было только это все делать как-то, в определенное время все выливать. Помои, какашки, потому что их потом сгребали. Вот такой город, вот такая жизнь. Среди этих страшных, коварных, жестоких, глупых, умных людей живет странный человек. Мы постепенно понимаем. И еще эта планета занимается уничтожением умников. Это государство. То есть, людей, которые, я не знаю, телескопы изобретают, ну, так сказать, каких-то интеллектуалов. Паскаль сказал, что если из Франции убрать 300 интеллектуалов, то французы превращаться в нацию идиотов. У нас уехало 80 тысяч интеллектуалов за эти 10 лет. Мы как-то еще держимся, но, может, страна большая. Короче говоря, вот такая какая-то страна. Среди них есть странный человек, про которого все побаиваются. И про которого поговаривают, что он сын Бога. Но там другая религия какая-то. Сын святого Гарана. А Гаран очень, так сказать, любит производить детей. Вот. Про него такие слуги ходят. Его боятся. Постепенно мы понимаем, что эта планета не Земля. А просто точная копия Земли. Вот. Мы все такие там живем. А человек этот, как и еще полтора десятка таких же несчастных, это когда-то экспедиция с Земли, которая прилетела сюда для того, чтобы поправить дела, но абсолютно не понимает, что можно сделать. Это ученые. Они знают только одно. Ни в коем случае с этого начинается картина. Он не может никого убить. Это табу. Не может. Поэтому он дуэлянт, он участвует, но в дуэлях он только уши отрезает, отрубает. В один прекрасный момент у него есть барышня на планете местная. Он не очень ее любит. Она его очень любит. Она очень преданный ему человек. И секс, он его очень боится, потому что все-таки он с другой планеты. А для нее, поскольку там преследуют рыжих, на этой планете. Ну, наряду с интеллектуалами, там еще рыжих бывает. – Рыжих – это красный? – Да. – Рыжих – рыжих. – А, то есть красный волос? – Рыжий. – Да. – Рыжий. Такой легкий намек на евреев, но так. А она рыжая. И у нее совершенно ей необходимо, чтобы он с ней переспал. Потому что тогда она может внести в животе или будет говорить внука святого Корана, и ее не тронут. Поэтому она ее все время на себя заваливает, а не так. Черепаха. – Да. – Барахло какое-то. Зачем? – А? – Это как? – Да уж, это так. – Так. – Это не я придумал. – Сядь. – На улице дождь. – Или не садись. – Мокрое все. – Дождь. – Еще. – Сядись. – Возьми меня за ухо. – Сожми. – Сильно сожми. – Сильней. – Сильней. – Сильней. – Если мне будет больно, я не буду думать. И скажу. – Брат вчера вечером пришел в казарму и увидел мои подмышки. – Силу. – Силу. – Силу. – Силу. – Я все показывать. – Силу. – Силу. – Силу. – Силу. – Как ты правильно было. – Орал. – Что, мать моя, тоже рыжая. – Я вся рыжая. – Силу. 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 – Пока дело не кончается тем, что он проморгал. – Происходит высадка Черного ордена. Это самый страшный монашеский орден, такая сгущённая инквизиция. Их десятки тысяч они находятся в страну. Его, естественно, арестовывают, но его боятся. Боятся его тронуть, наоборот, пытаются с ним наладить отношения. Он, короче говоря, всех выгоняет, ложится спать, наутро выходит и видит совершенно другую страну. То, что было, это ещё что? А вот во что это превращено? Самое страшное, это были серые офицеры, так называемые. Ну, такое, их, ихнее такое, как бы. Так эти все уже завязаны, сами на себе носят виселицы. А пришли монахи, которые, ну, всех проституток они разрывают огромными детородными органами. На части у них такие аппараты стоят. Ну, фашизм такой, так сказать. Абсолютно. Вот. – Абсолютно. – Абсолютно. – Абсолютно. – Абсолютно. Забей. В шлю забиваем. Ноги раскорячит она, а эти на пружине. В клочья, ну, в клочья. Не закашляла девочка. Орден! Ну, он же не может вмешиваться, он только за ним. Он за этим следит, он пытается спасти одного, второго, третьего и своих друзей. Но этот повешен уже. Это он на его глазах убивает. Его никто не трогает, от него все отсходят. Но он никого спасти не может. И он начинает просто с ума сходить. Причем он разыскивает на планете такого очень крупного богослова, на которого он рассчитывает, что тот что-то понимает, что-то расскажет. А тот, оказывается, просто треплом и помелом таким. Ничего не знает. Зарабатывает на том, что яды изготавливает. Чего ты на меня орешь? Чего ты на меня орешь? В шуму! Я сейчас брыжну. Я сейчас брыжну, и лица нет. И я бы сказал, создатель, если ты есть, сдуй нас как пыль, как гной. Или оставь нас в нашем гниении. Уничтожь нас всех. Всех уничтожь. Башка, держи. Уничтожить это у вас запросто. И вшилых, и черных, и даже детей. Он имеет слуги, преданные ему. Он пьет, как лошадь. Играет на саксофоне. Караван. Очень любит. Отчего все закрывают уши, потому что для них это невозможный звук. Ну, короче говоря, эту его барышню... К нему приходит Пугачев местный. Ну, как вам сказать, ората, вождь восставших. Который говорит, помоги мне, помоги мне. Пришли черные, всех моих восставших крестьян развешивают по деревьям. Он говорит, не могу, будет все то же самое. Кому в вашем мире нужна земля без рабов? Будут рабы, будут такой же ората. Все вернется. Он говорит, нет, не вернется, я сделаю по-другому. Он говорит, нет, по-другому не бывает. И кончается тем, что он все это сделал сам. Убили эту девушку, нечаянно стрелали. Ну, нечаянно, а спровоцировали всю эту историю. Он взялся за мячи и начал рубить. А поскольку он выродил прием для боя, который будет известен только через тысячу лет, то он вырубил полглаза. Черных, серых, он всех рубил. Это дорога у нас из людей, которых он убил. И дальше он ничего не может сделать. Он старый, больной, пьяный. Но дело не в этом, он все соображает. Все, кто его видит, становятся на колени и целуют ему ботинки или снег, по которому проехал его экипаж. И он их наказывает, он их штрафует, он их приказывает пороть. Вот ничего. Он стал тем, чего он больше всего боялся и чего он предсказывал в этом разбойнике, если тот станет этим самым. Он стал владыкой этого государства. Хочешь императором, хочешь кем, хочешь. Он для них стал богом. Поэтому трудно стать богом. В общем, какие-то ассоциации ты прочитываешь. Без оружия ничего не получается, все разваливается, все это самое. А с оружием получается ужас, если убивать. Так сказать, история Земли. Вот это приключенческое вроде кино, а вроде притча. Поскольку я очень болезненно пережил историю в Каннах, я был и членом жюри, и я был там и с картиной. И я знал, что картину авторскую, такую, как «Крусталек в машину», возить во Францию не надо на Каннский фестиваль. Но меня уговорил Жаков. Он при всех орал, что это филини в расцвете и так далее. Потом я ничего не получил. Значит, Жаков забыл, что я филини в расцвете. А я это страшно болезненно пережил. Меня столько били на протяжении жизни, меня все запрещали. Меня все время увольняли. Меня все время гоняли к прокурору. За то, что я снимаю не то, что нравится советской власти. И меня, и жену. Что я это очень болезненно пережил. Надо было над этим посмеяться. А я это очень болезненно пережил. Потом я там получал всякие премии, 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 премии. Но все равно я это дико болезненно пережил. Поэтому на все последующие фестивали я плевал с этого этажа во двор. Я больше унижаться перед дураками не буду никогда. Я буду с удовольствием показывать журналистам. Там же вообще был анекдот. Все газеты написали про меня, что это ерунда, все зрители ушли. Юрий Георгиевич. Юрий Георгиевич, ну к чему все это? Вы меня спросите, я ему отвечу. На, на! Курсанты за мной. У себя черги. А у меня ручка такая попалась. Ты черги, ты вся рука. А потом все эти же газеты написали, что они ошиблись, и картина очень хорошая. А Либерацион на первой странице, на самом таком месте, извинилась и написала, что картина очень хорошая, и Каннский фестиваль ошибся. А мне-то что от этого? Я свое пережил. А я их спрашиваю, а чего же так? Они говорят, а туда начальники поехали, в Каны. Они ничего в кино не понимают, они не написали рук. А у нас демократия. Мы смотрим отделом, если мы принимаем эту картину, мы пишем, и тут начальник ничего сделать не может. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вообще Запад очень трудно смеет. Мне звонят из английской газеты Financial Times. И, значит, очевидно, наша эмигрантка по бессмысленности разговора говорит, мы здесь приняли решение взять у вас интервью. Я говорю, очень интересно, и что? Когда мы можем выехать, взять у меня интервью? Я говорю, а вы меня спросили, хочу я вам дать интервью или нет? Она говорит, ну, так мы вас спрашиваем, вы хотите дать интервью? Я говорю, нет. Зачем мне на вас тратить время? Нет. Это не что вы решили. Решите обратно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я бы мог снять 15, но меня выгоняли с работы. Меня после каждого фильма увольняли. Так года на три. Поэтому я буду счастлив. Это к большевикам, это не ко мне. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну неужели пять всего? Как ты не считал? Сейчас 6-го снимать. Ну вот сейчас, может быть, досниму. И две серии, 6-7. А потом я еще в паузе, значит, перед тем, как меня реабилитировать, меня делали начальником над каким-нибудь объединением, над каким-нибудь режиссером. Я ему помогал. Так что там много получается. Потом мы писали сценарий с моей женой вместе. Но я не знаю, еврей или вы, но во мне есть еврейская кровь, во мне лично. Ее не так много, но достаточно для того, чтобы быть умным. И я с самого начала, как сценарист, себя не заявлял нигде, никогда. А Светлана хорошо пишет. И поэтому, когда меня выгоняли, мы начинали писать, но только под фамилией Светланы. И мы довольно хороший сценарий написали. И очень хорошо зарабатывали вообще. В Советском Союзе можно жить. Надо иметь тохес. Это задница по-еврейски. Поэтому это как один еврей учит внука и говорит, надо иметь тохес. Очень хорошие анекдоты у нас есть за последнее время. Дедушка зовет внука и говорит, я хочу проверить, как ты считаешь. Дедушка, конечно, еврейский. Он говорит, ну проверяем. Два плюс два. Он говорит, дед, так не пойдет. Мы продаем или мы покупаем. Дедушка, я не устал. Я не устал. Я киномаю. Мне немножко, как вам сказать, когда болеешь. И вот я это с кино сниму и у меня еще есть одна мечта. Снять картину. Вы, наверное, не знаете, что это такое. Это есть у Чехова рассказ «Скрипка Ротшильда». Про могильщика. Даже про изготовителя гробов. У него жена умерла. И он считает, сколько убытков он за себя нанес в жизни. Что можно было бы сделать хорошего. И чего он не сделал. Собственно, там один артист, одно чучело и еще несколько человек. Маленькая картинка. Вот я бы это хотел снять. А больше мне не интересно. Я много очень придумал, чего снять и снял в голове. Но, повторяю вам, когда ты снимаешь картину, а потом тебя запрещают. Это не просто запрещают. Это киностудия, на которой ты снимал, должна вернуть все те затраты из своих денег. Она должна вернуть государство. Это не как Ильяма Климову нашего запрещали, когда его на Западе выпускали, давали ему деньги по первой категории, а у нас не показывали. А у меня нет такой картины вообще. И так повторяется, допустим, пять раз, то как-то так немножко отбивает охоту. Жена. Мне уже давно надоело. Я хотел к театру идти. Жена. Она это любит очень. Я разрубил. Никогда в жизни. Я учился в театральном институте. Действительно. Потом я пошел к человеку, которого вы мало знаете. Блестящий наш великий режиссер Товстоногов, который взял меня с третьего курса к себе в театр. Я на третьем курсе уже работал в театре. Вот. А Григорий Козненцев, я должен был поступить на его курсы. Для того, чтобы уйти от Товстоногова я хотел, я хотел поступить на курсы Козненцева. Но поскольку я уже был такой какой-то известный немножко человек, то Козненцев меня экзаменовал у себя дома. В каком смысл, естественно? Дома у себя, на даче. Все мне экзамены устроили. Чтобы, понимаешь, ну я режиссер Товстоногова не поступил в Козненцева. Это, так сказать, городской конфликт. Да, да, да. Поэтому Козненцев меня экзаменовал у себя дома. Я ему очень не понравился, потому что мне не нравилась картина «Восемь с половиной». Вот. Для этого я был просто молодой, и я не понимал, мне казалось все это кокетцово. Вот. Но он меня принял. А потом все это оттянулось, и я пошел вторым режиссером и без всякого этого стал снимать. Вы меня очень расстроили, что пять картин, я думал, больше. Ну, это больше, да, сискремительно. Это будет умножение. Вот это считай. Я никогда в него не работал. Нет. Просто у него перенесся срок. Я пошел к Володьке Венгеровым, вторым режиссером. Мы подружились. И я начал снимать. Все. Снял первую картину так себе, а вторую сразу на полку, с крохотом. Я сразу вымер. Больно на три. Нет такого понятия русский. Сейчас. Особенно. Особенно, когда у нас уехало там два миллиона людей, которые составляли моего зрителя. Это были какие-то научные работники, профессуры, то, сё. Вы даже не знаете, что вся физика французская говорит по-русски. Наши физики говорили. Вы просто взяли и от наших физиков по таланте забрали к себе, чем учить. Вот. Это была моя аудитория. Тогда я мог говорить точно. Сейчас появилось огромное количество воров, которые стали богатыми и знатными людьми. Гигантское количество. Ни в одной стране мира. Мы можем обеспечить весь мир и даже Венеру ворами. Они не являются моими зрителями, но среди них бывает. даже которые там что-то смотрят. А так, я лица своего зрителя сейчас не знаю. Раньше знал, сейчас не знаю. А это мне довольно трудно. Я могу, конечно, подлизаться к ним и делать сериалы пив-паф. И зарабатывать довольно много денег. Но мне это так скучно на старости лет. Я лучше для кого-нибудь это напишу, а он пускай к-к-к сам держит. Вы знаете, у нас вообще в Советском Союзе вдруг произошел для меня некоторый взрыв. У нас был такой режиссер Месхиев. Я его абсолютно в последнее время воспринимал как заведующего магазином абсолютно. Для меня перестал быть режиссером. Я к нему лично хорошо относился. Он такой симпатичный человек. Очень. Но как художник абсолютно для меня не был. Он что-то там химичил, что-то какие-то там. И вдруг он как бахнул. Очень хорошую картина, замечательную. Называется «Свои». Замечательная картина, на мой взгляд. Мне нравится странная картина Киры Муратовой. Я забыл как она называется последняя. Я уже считал, что в этом возрасте и с этим характером ведьмы она никогда ничего не снимет. Хотя я когда-то был просто влюблен в ее картины. Молодые. И вдруг она бахнула замечательную картину. То есть у нас появились какие-то молодые режиссеры там. Совсем. У нас вдруг в кинематографе стало что-то прорезываться. Это про наше кино. А картины там, допустим, свои я просто горжусь. Вот. А из ныне живущих Бергман, потому что все ваши линчи, я считаю, что это жулики и все. Они делают для интеллигенции, подмигивают, делают, что это мало для вас, мы над этими смеемся. А на самом деле делают для этих, для кассы. Поэтому я это вижу как профессионал. Мне они смешны. Понимаете, такой крупный мыслитель там, как Скорсезе, для меня не существует. Потому что я никаких мыслей там не вижу. Это все пришло в голову денег. Мальчику в 9 лет, а если ему не пришло, его надо выбрать. Вот. Поэтому я не вижу. Я был большой поклонник Гадара. Последних картин не видел из ваших. Этот самый фон Триер мне не нравится. Мне не нравится. Хотя у нас в России пишут, что я русский фон Триер, но не может быть русский фон Триер. Так же, как не может быть еврейский Ван Гог. Понимаешь? Это мы схлестнули с Бертолуччи, когда я был членом жюри. Тот хотел ему дать премию, но ни один член жюри не видел картину. Я сказал, что я подам на него в суд, на Бертолуччи. Потому что он не является здесь хозяином. Вот. Может быть, он замечательный вот этот 90-летний португалец. Но надо, чтобы картину хотя бы ночью сегодня посмотрела жюри. Так не может быть. Бертолуччи сказал, что с этим идиотом он не может сеять задним столом. Бросил салфетку и убежал в сад. И мне все закричали, идите за ним, он сейчас уйдет. Я сказал, вернется, как миленький, через полчаса. И вернулся. Наверное, я был неправ. Ну, согласитесь, что это самое, что это, как бы вам сказать. Ну, собирается жюри, 12 человек. Оно должно хоть кто-то, кроме Бертолуччи этого видеть, человек. Вот вы видели его. Он, наверное, замечательный. Ну, посмотреть надо. Вообще с Бертолуччи было смешно. Он мне сказал, ты ко мне цепляешься, я был членом жюри, потому что я бывший коммунист. Я сказал фразу, которую потом повторил Валенцев. Он не то, что мою фразу повторил. Просто пришло одновременно в голову. Я сказал, бывших коммунистов не бывает, как бывших негров. «Седьмой спутник» – это ерунда. Это просто фильм храбрый. Он как художественное произведение, я его не воспринимаю. Но это фильм исключительно храбрый. Мы первые в этой стране через много лет сказали, что был институт заложников у красных. Красных брали заложников, большевики, и расстреливали их пачками. И мы опубликовали, с этого начинался фильм, декрет о красных заложниках. Вы его тоже не знаете. Не око за око, не глаз за глаз, а тысяча жизней буржуазии за жизнь вождя. Вот с этого у нас начиналась картина. Наша революция была самой бескровной революцией на земле. Мы хотели, чтобы народ, веками обираемый и угнетаемый, стал счастливым народом. И за это все страны послали к нам свои войска, чтобы задушить революцию. Англичане на севере, французы на юге, японцы на Дальнем Востоке. Мы бросаем силы на разгром интервентов, а в это время в спину нам стреляет белогвардейщина. Офицеры подняли кровавые мятежи в Ярославле, Рыбинске и Костроме. Число коммунистов, расстрелянных и замученных на Дону, Кубани и Сибири, превышает 20 тысяч человек. Убийством Володарского контрреволюция объявила нам белый террор. Но мы говорим, вы убиваете наших вождей, но вы не убьете пролетарскую революцию. Мы предупреждаем в последний раз. Дальше рассказывалось, как это все происходит, как виноваты люди, невинные люди совсем. Как выкликают, как расстреливают и так далее. Этот фильм выпустили только потому, что он был значительно хуже, чем фильм «Панфилова в огне брода нет». Все как-то на «Панфилова» стали рассматривать через увеличительную среду. Там ничего антисоветского не нашли, просто талант. Больше ничего. Что тоже было вредно. Вот. И мы как-то вышли на экран. А потом через много лет... А потом фильм пропал. Нет. Нигде. Ни копии, ничего не достать. А потом на телевидении я выступал. Мне показали бумагу о изъятии органами МГБ этого фильма из проката и из всех студий. И ее сняли на телевидении. По первому каналу. Это какой год был? Когда мне показали или когда мне... Когда все изъяли. Когда изъяли, это был... Сейчас я скажу. Значит, мы со Светкой познакомились где-то в 83-м, а это был, значит, год 80-й. Вот. И потом мне позвонил начальник телевидения и сказал, что если вы... А уже был Горбачев. Уже так с нами не разговаривали. Если вы не отдадите распоряжение убрать эту бумагу, я ее не уберу. Я не имею права. Но этого редактора я уволю. Она не имела права вам эту бумагу давать, читать. А там резолюций было штук 30 об изъятии фильма. Разными карандашами. Вот. И я сказал, да хрен с вами. Забирайте бумагу. Я все равно буду рассказывать. Вот. Но редактора я уволил. Она не имела права это делать. Очевидно, не имела права, действительно. Это спецохрана была. Вот. Я, между прочим, прессе это рассказываю, по-моему, второй раз. Первый раз нашли, она не напечатала. Это Каджиби, так сказать. Просто изъяли. Вот за этот. Но мы снимали картину вдвоем. Вдвоем кино. Может быть и можно снимать, но если ты очень близок душевно с человеком. А мы не были. А мы не были. И есть замечательная фраза. Привидение. Привидение. Не увидишь вдвоем. А фильм это привидение. Поэтому я этот фильм не считаю вообще за фильм. У меня получается четыре. Зафига обхватила. Сколько? Герои моих фильмов разные. Проверки на дорогах. Это типичный человек двадцатого века. Хороший человек. Но они были. Слизан он из Тушина, из Толстого. Ролан Быков, допустим. В двадцати днях без войны. Это интеллигент начало века, но перенесенный. Такие же тоже оставались. А в Холстереве машине это мой папа выдуманный. То есть с ним этого не происходило. Но почти все. Это моя биография. Кусок Светлани. Вот. Кусок Светлани. Кусок Светлани на биографии. Вот. Просто рыба машина. А в этой картине. Ну это как-то вроде я. Только, конечно, не та толстая свинья, которая сидит перед вами. А я, который был когда-то молодой, вот попал в такое положение. Во-первых, это очень большая близость и любовь моя к отцу. Хотя мы были люди абсолютно разных убеждений. Отец, например, был коммунистом, а я это ненавидел всегда. И он на меня орал, что я был коммунистом. А я говорил, что я отдал партии. Самое дорогое – это тебя. Вот. Но я считаю, что это вообще лучший человек, с которым меня свела жизнь. И мне очень нравятся куски его прозвания всегда. Но некоторые очень. И я это чувствую, я это понимаю. И моя жена, с которой мы вместе работаем, она тоже это чувствует во мне. И, в общем, как-то так помогает. Что это интересно я в тебе чувствую, когда начало третьего? Ну вот в эту секунду, что я чувствую в тебе тоже? Я тебя попрошу, ты этим тоном не разговаривай. Даже в шутку. Чего дать? Даже в шутку не разговаривай со мной этим тоном. Ну еще 15 минут. Что поделаешь? Я долго разговариваю. Что поделаешь? А в шутку, я совершенно не в шутку говорила. Не кричи на меня, знаешь. Я теперь-то попрощался. Они не поняли. Вышла женщина, и все равно мне кричат. Вся Россия прошла через это. Это фильм о России, а не о моей семье. И вся Россия через это прошла. Нас всех вот так вот. А потом сказали, вы свободны, господа. Какая прелесть, почему у нас ничего и не получается. И это продолжалось 200 лет от царей, а главным образом через большевиков. Это очень распространенный способ знакомства в тюрьме. Сначала это мне рассказал мой друг, известный режиссер Авер Бах, который был врачом, и к которому все время поставляли этих людей. И лопату вставляли, и он занозы вынимал из прямой кишки. Это очень распространенное. Более того, наши ведущие артисты, которым я это предлагал, говорили, пожалуйста, мы будем сниматься. Но без этой сцены мы не хотим быть опущенными. У нас это называется опустили, если человека тратили в задницу. Понимаешь? А с нами, со всеми это случилось. Со всеми. То есть со мной никогда не случалось физически. Но морально с нами, со всеми это случилось. Почему ничего Путин и не может сделать? Вот тебе ответ на этот вопрос. А то, что французы этого не поняли, мне казалось, что просвещенные мореплаватели, как у нас писали. Ну, французам было неинтересно. Они вообще не поняли, что это картина про Россию. Они сюжет все искали, где кто кого убьет. Я сначала снял свою семью, довольно непростую. Там моя бабушка, моя мама, наш шофер, наши там работницы и так далее. И все, и я. А потом мы добавили, что могло бы случиться из того, что случилось с миллионами моих сограждан. Если бы папу посадили. Даже этот человек, который приехал и привез приветы из-за границы, что был почти смертельный номер, имел ту же фамилию, и это событие произошло при мне. Он приехал узнать, как живет мама, а папа взял его за руку и спустил с лестницы, потому что понимал, что погибнет. Это был там 50-й год. Можешь себе представить, да? Швед, который приезжает ночью. Папа считал, что это провокатор. Хотя Россия для меня хорошая страна при этом. Это же такая штука полосатая. Я мог уехать. Мне предлагали работать и даже в Голливуде, и конкретные проекты. Допустим, того же «Лапшина», снять ремейк «Лапшина» в Голливуде мы предлагали, допустим. Я здесь могу, а там я не могу. Это мы для себя сформулировали. Мы будем снимать хорошо и правдиво. Пройдет какое-то время, к этим фильмам вернутся. И те люди, которые этот фильм затоптали, им станет стыдно. А не мне. «Лапшин», допустим, который здесь собрал маленькое количество людей. Маленькие сборы. Его 22 раза показали по центральным каналам телевидения за эти годы. Но у нас за это не платят. «Хрусталева» вообще здесь не показывали. Мне здесь не дали денег ни на одну копию в России. И нашелся какой-то новый русский, который нас вызвал со Светланой встретиться и передал нам пачку денег на то, чтобы мы напечатали копии русские. Ни один человек нам не помог их показывать. Ездил наш редактор в Инту на север, в места, где были заключенные, где были лагеря. И там люди стояли, смотрели эту картину. А показали ее по телевидению в полвторого ночи, да еще с выгоревшим куском в начале. Когда еврейского мальчика бьют, все это сгорело. При этом президент Путин вручил мне премию имени Путина. У вас вот так бывает лично? Мы с ним выбили за это шампанского. Но ни одной копии не напечатал. В общем, изменились. После перестройки руководство страны решило, что кино нам не нужно. Вообще, перестройка – вещь очень хорошая. Замечательная. Но люди, которые ее организовали, были исключительно глупые. Они не понимали, что перестройку, допустим, во Франции надо делать одним образом, а перестройку в России надо делать другим образом. Кроме того, русский человек вообще не воровать не может. Он умрет. Вот они всего этого не учитывали, и ничего из перестройки не получилось. Народ не годился для перестройки, понимаешь? Перестройку можно делать через четыре года оккупации, ну, к примеру. Но перестройку нельзя делать, когда сначала крепостное право, потом черт знает что, а потом 70 лет большевиков, которые полстраны погубили. После этого нельзя сделать перестройку, человек ломается. Поэтому мой генерал превращается в бомжа, замечательный хирург, ну, просто в пьяницу. Ему хорошо. И, кстати, это не мои, это даже у Солженицына, что нет такого русского интеллигента, который не мечтал бы быть лесником, банщиком, плавать, бакины ставить на реке. Нет такого. У нас цари уходили в мужики. Цари, наши императоры, уходили в мужики, понимаешь? Вашему императору надо было с одного острова на другой перебрасывать, чтобы он не вернулся. А у нас цари сами мужики уходили. Сейчас российское кино некоторое время может находиться на стадии возрождения. Все дело в том, что большевики были умные. И они поняли, что поскольку они все врут в истории, газет никто в стране не читает, то лучше всего показать вранье. И поэтому они финансировали со страшной силой искусство вранья, где Ленин был такой, Сталин был такой, их враги были такие, значит, враги были повсюду для того, чтобы оправдать страшные репрессии и так далее. А перестройщики, они были частично хитрецы, частично слишком благородные. Понимаешь? Вот. И поэтому, а что нам перестраиваться? Люди поймут. Что нам разъяснять? И они плюнули на кино. Перестали финансировать. Я начал фильм «Хрусталев в машину», и пока я его снимал, цены на киноуслуги выросли в сто раз. В сто раз. А потом меня спрашивают, почему вы так медленно снимаете? Я на самом деле «Хрусталев в машину» снял за копейки. Для этой картины. За копейки. Понимаешь? Чего я не могу сказать про эту картину? Они меня отучили снимать за копейки. Словом. Чёрно-белое кино Буржуи, они повсюду нагадят. Чёрно-белое кино имело перед собой колоссальные перспективы. Но из коммерческих соображений стали делать цветное. Я стараюсь отдать долг чёрно-белому кино, которое… ну просто никто не знает, как с ним можно работать. И я не знаю. То же самое случилось со звуковым кино и немым. Из немого кино могло получиться потрясающее искусство. Но от него отказались из-за звука. И только-только вот на уровне, там, великих, там, Феллини, Курасавы, там, не знаю, кого… Бергмана, понимаешь, как-то оно стало искусством. А до этого немое кино было потрясающее. Просто оно… оно не дозрело, но его выпустили. Если я мог бы, я бы снял немое кино. Интересно. Только я не понимаю, как. А «Чёрно-белое» понимаю, как. Мы, когда начинали, между прочим, «Чёрно-белое кино», то фильма «Кодек» в России, на всём пространстве СССР, не знала, выпускают они киноплёнку или только фотоплёнку. «Чёрно-белое кино» Нету картины предыдущей. А потом уже «Приключения рядового Райана» или ещё что-то. «Американцы» стали тоже пользоваться чёрно-белым кино. А тогда никто и не знал, и про него совсем забыл. То есть вы никогда не снились? Ну, знаете, может быть, и сниму, но у меня лапшин-то цветной на самом деле. Просто убит цвет. А он цветной. Нет, в будущем имею в виду. А в будущем? Какое у меня будущее? У меня 66 лет, я сильно болею. А у меня будущего нет. Это кино-то мне надо доснять. Меня зарежут, что-то я столько денег потратил. И вот на меня поехали, когда большие начальники, что я столько денег потратил. Я говорю, у вас один способ есть – меня выгнать. но, поверьте мне, ни один человек этого кино не соберёт вам. Ни один. Оно вот здесь всё. Нет такого. И вы всё выбросите в помойку. У меня, что ли? Да. Там, я так. И lifted. Это дальше. ностика КОНЕЦ 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 КОНЕЦ